На открытии Олимпиады в Сочи остается две недели. Всем, кто собирается болеть за наших спортсменов, самое время подробнее узнать у дисциплины, входящих в программу игр, каких навыков требует каждая из них, и из чего складывается победа. Сегодня мы начинаем рубрику «Энциклопедия зимней Олимпиады». Все самое интересное о зимних видах спорта. Итак, первый в нашем списке – скелетон. Тонкости этого вида изучил Иван Прозоров. Так отчаянно с головой в спорт не уходит никто. Только скелетонисты летят по льду на крохотных санях вперед лицом со скоростью 130 км в час. Быстрее нельзя ездить даже машинам на автостраде. Вместо комфортного автомобиля – кусок металла размером со стиральную доску. Но хорошие сани могут стоить, как поддержанная иномарка, до 10 тысяч долларов. Для каждого спортсмена их изготавливает команда инженеров. Это рама скелетона, которая прикрепляется, как и держатели, куда вставляются коньки. Дальше к раме крепится седло. Седлом называют металлические ребра, которые держат спортсмены. Они похожи на скелет, отсюда и название – скелетон. Седло подгоняет под атлета его рост, ширину плеч и длину рук. Небольшие бамперы по краям защищают от ударов о стенки ледяного жёлоба. Но главное в скелетоне – обтекатель. Он сделан из карбона. Этот сверхпрочный композитный материал используют гонщики, военные и космонавты. Весит снаряд около 40 килограммов. На старте его нужно толкать перед собой. Поэтому скелетонисты тренируются и как спринтеры, и как штангисты. Сдают нормативы по поднятию тяжести, бегу и прыжкам. Для разгона на подошве у ботинок сотни маленьких шипов, которые врезаются в лёд. Действуют как зимняя шипованная резина для авто. Стартовый отрезок, он примерно метров 30-40. Вот эти 30-40 метров нам надо очень-очень быстро пробежать со скелетоном. Прыгать у него и всё, лечь, расслабиться и получать удовольствие. Удовольствие спорное. На виражах спортсмена так вдавливает скелетон, что он испытывает перегрузку до пяти же. К такому готовят будущих космонавтов. Это взлёт ракеты или вхождение капсулы в Союз в плотные слои атмосферы. Ощущение, словно на спину встают пять человек. Может быть ощущение такое, что рот остеётся до ушей. Из глаз могут тоже слёзки катиться. Естественно, приснабжение мозга нарушается у нас, да, и человек может потерять сознание. При перегрузке голова словно становится тяжелее в пять раз, поэтому можно буквально уронить лицо ода льда считанные сантиметры. Именно поэтому шлем скелетонистов закрывает подбородок, но никакой другой защиты нет, чтобы не нарушить обтекаемость тела. В этих целях даже молния у костюма на груди. В случае аварии роль спасательной капсулы выполняют только крепкие мышцы. Они, как подушки безопасности, амортизируют удары о лёд. Руля в скелетоне нет. Вместо него спортсмены управляют всем телом. И как это происходит, на самом деле знает каждый, кто хоть раз в жизни был в аквапарке. Здесь хочется разогнаться побыстрее и легко войти в поворот. Для этого нужно наклоняться в одну сторону, в другую смещать центр тяжести. Тот же самый пинт с скелетония вот этим спортсменам. Напротив, ну да, аккуратно и чисто пройти поворот. Ведь в ледяном жёлобе. Вот так вот не поехать. У спортсменов должна быть идеальная координация. Неловкое движение плечом и можно не войти даже в десятку лучших. Если надо повернуть налево, то работаешь, да, правым плечом. Вот если посильнее надо развернуть, помогаешь уже левой коленкой. Ну и работа идёт крест-накрест. Здесь налево правое плечо, левое коленка, направо левое плечо, правое коленка. Чувство баланса у профессионалов такое, что они с закрытыми глазами могут определить, какой вираж закладывает пилот в самолёте. Мы усложнили задачу и попросили члена сборной России Сергея Чудинова вслепую управлять лайнером, определяя наклон борта только по внутренним ощущениям. Так, Сергей, у нас впереди с тобой сейчас горы. Нам желательно в них не попасть. Вправо угол 30 градусов. Всё, отлично. Чудинов блестяще справляется с задачей, словно профессиональный пилот. Учёные сравнивают мозг скелетониста с навигатором боевого истребителя. Так быстро и точно он принимает решение. Чтобы запрограммировать этот суперкомпьютер, каждую трассу буквально закладывают в память, проходят пешком и запоминают скорость, радиус поворота, протяжённость виражей. В мире 16 крупнейших треков, и спортсмен помнит каждый их сантиметр. Вон плывёшь. Ход по серединке, с диагональкой, справа налево. Заходишь, вкатываешься и резко на выход и до конца. В Сочи, допустим. Старт, ранний ходик. Заехал, с серединки на выход вышел. За трассой в Сочи ухаживают почти как за любимой женщиной. Мужчины падают на колени и гладят лёд. Так бригада айсмастеров ищет неровности и инии. Дефекты срезает, иначе будет потеря скорости. Длина ледяного жёлоба в Красной Поляне 1814 метров. Здесь 17 виражей и 3 контруклона. Участка, где спортсмены гасят скорость. От точки старта до финиша перепад высоты больше 100 метров. Это высота 33-этажного дома. Если спускаться по прямой, скорость на финише будет, как у пассажирского авиалайнера в момент взлёта. Побеждают в скелетоне по результатам 4 заездов. Борьба идёт на сотые доли секунды, поэтому важна каждая мелочь. Кто-то вставляет в сани пластину, чтобы они стали тяжелее и ехали быстрее. Но судьи следят за весом спортсмена со снарядом. Не больше 115 килограммов у мужчин и 92 у женщин. А порой от триумфа до проигрыша отделяют полмиллиметра. С такой точностью скелетонисты регулируют коньки. Чем больше их выгнут, тем быстрее поедут сани, но управлять ими сложнее. На холодный лёд, понятно, поменьше делают ков выпуклость. А когда очень тепло и лёд тает, то загибают побольше ков. И так, потому что медленно конёк проваливается в этот вязкий лёд. Свои секреты спортсмены тщательно скрывают, точнее накрывают пледами. В скелетоне важно не только победить, но и сохранить в тайне рецепт успеха. Иван Прозоров, Первый канал.